Полина Прахова стала победителем возрастной категории 10-14 лет в номинации акварельный рисунок. Воспитанница детской художественной школы учится в выпускном классе по предпрофессиональной программе живопись. С рисованием Полина уже больше 8 лет идет бок о бок. Девушка признается, это хобби, которое успокаивает. Изначально за рисунок усадьбы взялись многие одноклассники Полины, но завершила его она одна. Для участия в конкурсе Полина нарисовала усадьбу Примчаниновых. Вот это прям очень классно. Когда мы позвонили, сказали, что вот, так-то, так-то, рисовала на конкурс, заняла призовое место. Я была так рада и в шоке. Ну, больше всего, наверное, даже радовались родители, чем я. Они прям очень обрадовались. Олег Цепенников на протяжении всей работы над рисунком помогал Полине. Давал установки, подсказывал ей. Девушка трудилась по несколько часов в день, чтобы достичь желаемого результата. Работа у нее шла очень легко. Она не стремилась к какой-то победе, к большим результатам, а просто с любовью делала. У нее эмоции были написаны на лице. Вот, видно, что она с каким-то отрешением рисовала, и отрешение это было... То есть она получала удовольствие просто. Она рисовала и отдыхала от всего вообще, от другого, от мира. И с удовольствием рисовала, получала от этого удовольствие, получала какие-то знания. Юная художница Анна Кавригина также стала лучшей в первом областном конкурсе рисунков «Мир русской усадьбы», но в номинации «Графика». Шесть лет занятий рисованием не прошли даром. Победа в конкурсе позволит юной художнице реализовать себя в будущем. Я была очень рада, мои близкие были рады за меня. Вначале я даже не думала, что это где-то областной какой-то конкурс. Я думала обычный, а в итоге оказалась областной. Самым сложным для меня было это нарисовать само здание, архитектуру, а остальное было просто, потому что в художественной школе мы это каждый раз отрабатываем. Я рисовала акварелью и обводила ручкой. И мне понравилось обводить ручкой, потому что проявлялись детали, и стало все более четко и понятно. Юным художницам вручили дипломы о победе, а также памятные подарки, которые понравятся каждому человеку, который все свободное время посвящает рисованию. Татьяна Меркурьева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».